По каким причинам человек очень быстро потерял ваше уважение? Гулял однажды с девушкой, с которой мы были знакомы еще со времен школы. Она очень умная, красивая, перспективная. На момент прогулки мы учились в медицинском университете. Был уверен, что она станет прекрасным врачом. Когда дело дошло до обсуждения будущих специальностей, она начала говорить, что все, что ей нужно, это деньги, бабки, бабло. Она призналась, что все, что она хочет, это брать деньги с пациентов, большие деньги. Я был с нее просто в шоке. Мы после этого больше не виделись, я перестал с ней общаться. На первом курсе у меня появился друг, он из другого города. Он выше меня на 11 сантиметров. И каждый день он бил меня не сильно, но терпимо. Я считал это за приколы. И в один день на уроке мы разговаривали, он сидел сзади меня. И я сказал ему что-то, уже не помню что, но точно не обидное. Я повернулся, чтобы посмотреть, что написано на доске. И этот идиот меня ударил по затылку, и целый день у меня болела голова. Я его простил, но мое уважение упало от 100% до 15%. И вчера он ударил моего друга, а сегодня моего знакомого. Я точно понял, что он мне не друг. И 0% это мое уважение к нему. Мне тогда было примерно 13-14 лет, и у меня была девушка на год старше меня. В один день вышло так, что наш учитель физры заболел. Поэтому нас отправили к другому учителю, а он был учителем моей девушки. Поэтому у нас совпали уроки, так как директор частично сменил расписание для нашего класса. У нас недалеко с раздевалкой была еще одна раздевалка для снятия верхней одежды. Дети СНГ поймут. И вот я иду в раздевалку после урока. И что вы думаете? Я увидел, как моя девушка целенаправленно идет к парню, который входил в топ-5 крутейших парней нашей школы. Обнимает его со спины, потом разворачивает его к себе, целует в губы и попутно питает его руку себе на попу. Этот чел был одним из лучших моих друзей. Он отпихнул ее, сказав, что она встречается со мной. После чего тупо свалил. После этого поступка я его куда больше зауважал. А девушку я бросил. Но до этого дня она приходит ко мне и просит прощения за тот случай. А я сам не готов ее простить. И тем более нам уже по 35 лет. У нас есть жены и дети. Эта девушка так и осталась одна, но с дочерью непонятно от кого. Несколько месяцев назад к нам устроилась на работу одна девушка. Поначалу мы друг друга не знали, поскольку она работала, скажем, на одной части огромного помещения. А я на другой. Только пересекались взглядами время от времени. Чуть позже, где-то через неделю, мы случайно познакомились на обеде. Когда я или она подсели друг к другу за столик. Точно не помню. И как-то так вышло, что мы быстро нашли общий язык. Хотя и говорили о работе. И еще о чем-то, но не суть важна. С первого же дня знакомства она начала проявлять ко мне особый интерес. Я в свою очередь лишь отшучивался. Прекрасно понимаю, к чему все идет. Но с того же самого дня она начала на мне ездить. Она сразу поняла, что я добрый и отзывчивый парень. А значит меня можно использовать. Должен сказать, меня в первую очередь смутило то, что она с первого же дня начала говорить. Спасибо, мой сладкий. Ну окей. На протяжении двух-трех недель она со мной флиртовала. На что я никак не реагировал, только подшучивал над этой темой. Примерно в то же время мой хороший друг и коллега изо дня в день начал меня регулярно подбивать тем, чтобы я взял у нее номер. Он. Да она тебя хочет, Роман, не тормози. Я. Я пока что не готов. Он. Смотри, остынет к тебе, потом уже будет поздно. Я. Да и ладно, наплевать. В сущности же я действительно был не готов, ссылаясь на мое тревожно-депрессивное состояние. Мне вообще было не до этого. Полагаю, нет смысла объяснять, что такое тревожное расстройство и депрессия. Проходит еще какое-то время и выясняется, что у нее есть парень, это один. И она с ним в отношениях уже пять лет, это два. И как говорится, где два, там и три. Она жаловалась всем, кому не лень, в том числе и своей подруге, что у них в отношениях не все классно. И он, открыто говоря, ее тоже заебал. Я не стал вдаваться в подробности, поскольку это не мое дело. Во всех смыслах из большой буквы. То есть у нее уже есть парень, и она теперь пытается слиться от него ко мне. Ага, размечталась. Мое уважение к ней, если оно, конечно, и было, во мгновение исчезло. Через неделю я решил поставить ей ультиматум. Как только я увидел ее утром, я сходу ей сказал, номерок в свой черкани с таким решительным наглым тоном. Здесь стоит сказать, что мое второе имя далеко не наглость, а скорее робкость. Наглость это как раз таки про нее. И она это знала. От этого факта эффект неожиданности только усилился. Однако внезапно в ней проснулись остатки совести. Судя по всему, от осознания того, что она уже изменяет своему парню, и потому-то я увидел в ее глазах сомнения на этот счет. Всего на секунду я прочитал в ее глазах. Не знаю, я не уверена. И мне этого было более чем достаточно, чтобы передумать. Она и хотела переспать со мной, и нет одновременно. Как бы то ни было, спустя практически час, она с неохотным взглядом принесла мне свой номер на маленьком клочке бумажки, словно отражая ее неопределенность и даже замешательство. С того момента прошло несколько месяцев, а я ей так и не написал и не позвонил. За все это время ее интерес ко мне постепенно угасал, пока и вовсе не угас, чему я был несказанно рад. Сначала общение, флирт, затем просто привет, и сейчас полное игнорирование друг друга. Разумеется, мы оба понимаем, что произошло и чего уже никогда не произойдет. И как бы странно это ни звучало, именно этого исхода я и добивался. Почему? Хотя бы потому, что с самого начала я не испытывал к ней никаких чувств. Ни симпатии, ни влечения. Она далеко не тот человек, который мне был сейчас нужен. Подводя итог, можно сказать, что я сразу убил двух, нет, даже трех зайцев. Первое. Я добился того, что я хотел. Я не хотел связывать себя с человеком, которому кроме как чувства отдаленности больше ничего не испытывал. Второе. Я ей отомстил, заставив переваривать происходящее на протяжении тех же нескольких месяцев, не говоря ей правды, тем самым оставив неведение. На самом деле у меня был план куда коварнее. Третье. Я нанес урон по ее самооценке. Ну, по крайней мере на тот момент. Сейчас же у нее все дерьмово. Судя по ее каменному лицу, им не абсолютно на это наплевать. Думаю, в каждом классе есть задиры и чел, которого тот унижает. Так вот. Таких задир у нас два. С одним в нормальных отношениях, с другим вовсе не общаемся. Лохов достаточно, но расскажу об одном. В те времена, когда с этими задирами мы, я и моя сестра, сильно враждовали, мы защищали одного такого пацана. А он такой человек, что помимо того, что его статус лох, он еще ведет себя как говно. Проблема еще в том, что он не русский, да к тому же и черный. Он, естественно, задирал меня и мою сестру. Последней каплей стало то, что, когда мы были на тренировке вместе с ним, он, как всегда, всех задирал. И моя сестра не выдержала и сделала ему замечание, на что он начал на нее агриться. И даже драться хотел, но перехотел, когда я упомянул, как его все пацаны избивают, а он на девочку полез. В итоге он в нее плюнул. Не буду говорить, что произошло дальше. Скажу, что ему все вернулось вдвойне. А моей сестре ничего не было. Потом я, моя сестра, он и наш друг. Примечание. После наших перепалок с этим говном дружил только наш друг. Что усложняло наше общение. Ведь нашему другу приходилось выбирать между нами и этим чмом. Шли домой после школы. Не важно, что там произошло. Просто баловство. Но закончилось все тем, что этот пацан порвал куртку моей сестры. И еще другие вещи. Пошли разбираться вместе с родителями. Спор выиграли. После этого он начал говорить гадости и так далее. Кстати, во всех перепалках с нами, с этими задирами, он кричал, что его все ненавидят. Из-за того, что он черный. Иногда, конечно, хочется его пожалеть, когда он получает просто так. Но мы понимаем, что ничем хорошим это не закончится. Я попыталась все рассказать вкратце. Ведь иначе этот комментарий был бы слишком затянутым. Просто скажу, что он очень тупой и гнилой человек. Который, если и попытается тебя обозвать, то даже предложение сформулировать правильно не сможет. И сказать что-то остроумное в ответ. Чуть ли не единственные его ответки. Это все потому, что я черный, да? Ебать ты заговорила. И отвечаю. Какая-то бессмысленная херня. Кстати, даже наша географичка, видя его чуть ли не в первый раз, когда что-то спросила его. И получив какой-то тупой ответ, спросила у всего класса. Он у вас отсталый, да? На что получила ответ? Да. Ее ответ? Я не удивлена. Или что-то в этом роде. В самой первой перепалке в этом году, когда он просто так назвал нас долбанутыми. Он также сказал, что пойдет и втащит нашему отчиму, когда мы сказали. О чем ты? Ты с верстником своим втащить не можешь. А тут на нашего отчима полезть хочешь? Он сказал. Кулаками нет, а вот палка и камень помогут. Поссорились еще немного и после уроков задиры отправили его отдыхать возле батареи. У меня был друг, с которым мы хорошо общались. И в одну ночь, когда мы смотрели фильм, он положил голову на мое плечо. Я очень разозлился на него, потому что мне он даже показался геем. Но он оправдывал все тем, что привык ко мне и почувствовал тепло. Чувак, мы друзья, а не парень и девушка. Подбирай позы. После того, как этот чувачелла спиздил мой набор ключей от гачного до газового и дрель, а сам заливал, что это сделал какой-то левый тип. После этого случая он стал для меня левым типом. Я ему сказал, что если приблизиться хотя бы на метров 10, накормлю этими ключами и очко дрелью расточу. Больше мы и не виделись и не общаемся. А на этом все. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, если не сложно, оставляйте комментарий более чем из четырех слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо за просмотр. Всем пока.